Сегодня у нас будет очень интересный урок. Я вам расскажу о той литературе, которую вам необходимо читать для того, чтобы стать настоящим Java-программистом. То есть часто задают такой вопрос, что читать, как обучаться и так далее. Потому что проблема одна и та же. Люди приходят на сайты, когда мы гуглим, допустим, скачать книгу по Java, и выпадает 20 ссылок разных книжек, очень все интересные. Но книжку прочитать это не 2 минуты. То есть вы тратите месяц-два, вы прочитываете, а потом оказывается, что она плохая. И вот среди множества этой литературы, как же все-таки разобраться, как понять, какая книжка хорошая, какая плохая. Поэтому я решил подготовить вам вот этот небольшой урок и рассказать о той литературе, которая действительно хорошая. Дело в том, что я за свою жизнь, в принципе, прочитал только много книжек. Самые лучшие я, в принципе, откладывал. У меня есть такая папочка book. И я тут какие-то там самые лучшие из того, что прочитал. То есть то, что плохое мне не нравилось и удалял, лучше откладывал. Вот. И я вам хочу посоветовать основные книжки, мои самые любимые, которые я перечитывал по несколько раз. И то, что меня больше всего вдохновило. И я считаю, что вам именно их надо читать. Ведь есть множество полезных книжек. Допустим, там та же «Философия Java», которая в оригинале «Сынкин и Джава». Экель, кажется, написал или, не знаю, другие какие-то авторы. То есть есть много хороших, полезных книжек. Их, конечно, тоже можно читать. Они тоже очень интересные. Но, опять же, везде более-менее одно и то же. Я же вам хочу показать самые лучшие книжки, с моей точки зрения, субъективные, и рассказать, почему я считаю, что они самые лучшие. Давайте начнем с «Джавы». То есть у меня будут не только по «Джавы», я вам также расскажу по поводу остальных технологий, которые нужны. Собственно говоря, начнем с «Джавы». Есть такая замечательная книжечка, которая называется «Джава Коры». Ну, или «Коры Джавы». Авторы – Хорсман. К.С. Хорсман, как вы видите. Она есть как в русском, так и в английском. То есть если вы хотите прочитать ее на русском языке, пожалуйста, найдите, если читаете на английском, тоже как вариант. Эта книжка, я считаю, вообще самая лучшая, что есть по «Джавам». Во-первых, она всем нравится. Она пережила уже 9 изданий. Ее постоянно покупают. То есть если бы она была не популярна, ее бы не переиздавали второй, третий, пятый раз. Это книжка, которая, в принципе, переиздавалась больше, чем любая другая. У нее есть 9 изданий. Но это лишь полбеды. И чем же она отличается, допустим, от того же «Сынкин» и «Джава»? Если вы прочитаете философию «Джава», книжка действительно хорошая. Но она обучает вас тому, как мыслить в «Джава», что ли. То есть она обучает принципам объектно-ориентированного программирования и так далее. Но там не хватает множества нюансов, множества полезных нюансов. То есть вы придете на собеседование, вас спросят «А что такое GMX?» А вы такие «Ааа, не знаю, все». Вот. То есть такие книжки обычные, они не охватывают полностью «Джава», да? Это очень большая проблема. То есть они учат лишь азам. Так вот, есть такая замечательная книжка, как «Кора Джава», которую я вам хочу показать. Она охватывает практически всю «Джава». Ну, по крайней мере, практически то, что вам нужно знать. То есть если вы ее прочитаете, ознакомитесь и усвоите, вам этого хватит. Остальные все нюансы вы, в принципе, можете догуглить. То есть дальше, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вылезаете в «Гугл», уже зная то, что есть в этой книжке, вам будет легко уже справиться. Она исходит в двух вариантов. То есть есть в двух волеумах, в двух главах. То есть в двух книжках, скажем так. То есть книга первая, волеум 1, «Фодаменталс» — это «Основа». И вторая, волеум 2. Вот он, такой зелененький немножко. И тут, в принципе, практически охватывается. То есть первая там где-то на 700 страниц, вторая тут почти на 1000 страничек и так далее. То есть они реально очень огромные. В общей массе более 1700 страниц. Это реально очень круто для книжки. Я знаю, что ее будет тяжело прочитать. Но, тем не менее, поверьте, это лучшее из того, что есть. Здесь, конечно, есть главы, которые можно бы пропускать. Допустим, по графическому программированию. Если вы этим не собираетесь заниматься, возможно, оно вам и не надо. Вы можете пропустить информацию о свинге. Я ее читал еще, начиная, наверное, с седьмой или с шестой, уже даже не помню, выпуска. То есть и седьмой я его перечитал множество раз. Сначала седьмую Джао, потом... Ну, точнее, седьмой перевыпуск, потом восьмую. Сейчас вот девятый перечитываю, да. Книжка действительно классная. И она охватывает все. То есть здесь у первых, наверное, шесть глав идет об основах Джао. То есть это то, что вы читаете в обычных книжках, таких как «Философия Джао» или «Джао полное обучение» какого-нибудь и так далее. То есть или «Основа Джао» или что-то такое. То есть в обычных книжках пишут то, что есть здесь. Дальше уже начинается интереснее. То есть вы ознакомились с основами и дальше понеслась жара. То есть тут идет около трех глав про графическое создание. Это о свинке, о том, как делать десктоп-приложение. Потом мы охватываем аплеты. Там есть, как он называется, Джава Веб Старт и так далее. Потом охватываем эксепшены, дженерики, коллекции, мультисрединги. Это очень большой объем информации. Это очень круто. Это все надо знать. То есть это все просто минимально необходимые знания, которые вам нужны. И вы все это должны знать и прочитать. Поэтому ознакомиться с этим очень рекомендую. Это лучшая книжка. Это только первый том. Есть еще второй том. Во втором томе у нас будут стримы, XML, работа с сетью, GDBC, интернационализация. То есть это тоже все очень важно. Это все тоже очень надо знать. Ну, есть Advanced Swing и Advanced AVT. Возможно, оно вам не нужно. Java Binet тоже, в принципе, я думаю, что скорее всего вам не нужны. Они уже давно относительно не используются. Они довольно-таки сложные были в свое время. Security неплохо прочитать. Spring Scripting, Compilation, бла-бла-бла. Ну, тут на этих тоже вам не особо нужен. Ну, как бы, повычитывать как минимум половину книг, половину глав вам просто необходимо. Но есть такие там парочку, которые можно и пропустить. Вот. И действительно, книжка очень классная. И она хороша тем, что она охватывает практически весь набор знаний, которые есть в Java, которые вам просто не нужны. То есть это как основа. Дальше уже на основе его можно изучать и Spring, и так далее. То есть книжка действительно очень хорошая. Но у нее есть определенные нюансы, которые мне не нравятся. То есть, да, она охватывает все, но это дает вам лишь основу знаний. То есть, допустим, прочитав о мультисрейдинге, вы не будете крутым Java-программистом. То есть, если мы возьмем мультисрейдинг, да, тут возьмем, скажем, синхронизаторы, да. Тут буквально слов рассказываем о семафорах, о каунтдаун-блачерах, о бинариках. То есть, тут нету никаких примеров, не конкретных. Просто вы это прочитаете, забудете, потому что это буквально там 20 строчек. Это очень мало. И некоторые такие, ну, допустим, мультисрейдинг мне здесь очень не нравится. Прочитав его, вы будете лишь какие-то основы понимать и знать, да. То есть, когда я его перепрочитывал, я не понимал. Я переходил на собеседование, меня спрашивали. Ну, и я реально, как бы, не понимал, как все устроено. Если вы хотите освоить мультисрейдинг, многопоточность, я могу вам порекомендовать. Есть такая замечательная книжка. Вот она. Oracle Opress. Где тут у нас? Ага, на самом конце еще. Да, вот она. Вот такая книжечка. Oracle Certified Professional Java SE7. И если Java Core у нас есть на русском языке, так и на английском, вот эту книжку я даже не знаю. Возможно, она есть только на английском. Надо смотреть. Авторы Ганеш и Тушар. Шарма, да. И, в принципе, ну, книга как книга, ничего особенного, честно говоря. Но что мне в ней очень нравится, это то, как здесь объясняется многопоточность. То есть, есть здесь два, две главы. Это среды. Ну, здесь основы тоже прочитать очень интересно. Но больше всего мне понравилось Concurrency, да. То есть, здесь именно за пакет Java, как он там, Concurrency Package. Вот. И здесь снова рассказывается, в принципе, с примерами. Как видите, есть семафоры, есть пример по семафорам. То есть, здесь, ну, Countdown, Launch. То есть, в принципе, здесь та же самая многопоточность, но здесь больше информации по ней. Ее действительно можно прочитать. Мне очень понравилось. Ну, книжка как книжка, но вот именно самая многопоточность здесь действительно очень классная. И всем рекомендую. Но читал, читал, читал я это все. Я перечитал много книжек по Java. И, честно говоря, есть одна замечательная книга. Вот она. Я считаю ее самой лучшей. Она, честно говоря, это, как бы, книжечка по сертификации Java, еще к шестой. То есть, это было там много лет назад. Ее написала Кэти Сиера. Но здесь затрагиваются такие нюансы программирования. Ну, то есть, во-первых, она действительно покрывает все, начиная от access-modifiers, это, как это сказать, модификаторов доступа и так далее. То есть, и заканчивая многопоточностью. Она относительно небольшая, там, по-моему, страниц 600 где-то, если я не ошибаюсь. Ну, да, плюс-минус. Но она действительно многопоточная, здесь очень хорошо расписана. Здесь именно вообще настолько досконально. Она сделана и с юмором, и вообще очень качественно, четко описывается. То есть, представьте, что вам настолько это преподносят, что даже ребенок может понять, как это устроено. Этим самым меня захватила эта книжка. Я ее уже раза 3-4, наверное, перечитывал. И каждый раз находил что-то для себя новое. И многие из концепций Java, которые я уже знал, я их встречал абсолютно с другой стороны. То есть, Кэти Сиера вообще молодец. Она настолько классно это все преподносит. Ну, просто вообще показывают Java совсем с другой стороны. Тут есть примеры здесь, что очень классно. Здесь, допустим, идет глава, и в конце главы у нас есть тестирование. То есть, задают тесты, вы можете пройти их, прочитать. Это действительно очень классно. Есть основные концепции. То есть, мы прочитали главу, и мы можем повторить, что мы здесь прочитали. То есть, запомнить. В принципе, было бы очень неплохо, прочитав главу, действительно, это все повторять. То есть, это очень классная книжка. Сейчас я знаю, вы скажете, что есть... О, как же оно там уже... Где-то у меня были... По 8-й Java. Тоже подготовка к экзаменам по 8-й Java. Не знаю, где-то валяется. И по 7-й Java, и по 8-й Java. Не знаю, где-то были. Возможно, где-то здесь. В общем, не помню. Да, и... Ну, как бы книжечек много. Есть и по 7-й, и по 8-й Java. Но то, что даже сейчас по 8-й Java, по-моему, просто не доходит до уровня вот этой книжки. Потому что она действительно настолько классная. То есть, если вы спросите у меня, какая самая лучшая книжка по Java, и какую нужно прочитать, читайте эту. Это мое субъективное мнение. Я знаю, что многие скажут, там, нет, нет, чувак, ты что, там, философия Java, номер один, там, ну, окей, хорошо. Прочитайте то и то, сравните. Вы увидите, что эта книжка, она... Ну, она просто описывает все нюансы. Она рассказывает, как на самом деле access modifier работают, как... Не знаю... Как overriding, overloading, там... Ну, цепляют иногда такие моменты, о которых ты даже не задумываешься. К примеру, если вы посмотрите мой урок про Switch, да, то есть во всех книжках показывают, как Switch работает. Но ни в одной, допустим, ни разу не было о том, что поле default можно сдвигать вверх, да. То есть, после default, оказывается, могут еще и кейсы идти. В этой книжке я прочитал о том, что это возможно, и это действительно меня поразило. И здесь действительно много таких поразительных вещей, о которых я не знал, и всем рекомендую. Вот, это что касается Java, да, то есть это вот книжки, которые я вам по Java хотел порекомендовать. Дальше, дальше... Ну, дальше вам не было бы неплохо изучить Maven. Есть замечательная книжка по Maven, где-то она, вот. Maven Definitive Guide, возможно, есть на русском языке. Погуглите, пожалуйста. Посмотрите, да, то есть... Maven Definitive Guide. Все, что вам нужно знать о Maven. И это действительно очень классная книга, она все охватывает абсолютно все. Начинает основ, рассказывает о том, что такое conventional configuration и так далее. Вот, это действительно очень классная книга, как стали там... Ну, то есть от самых основ и до того, как создавать Maven проекты, там... О всех нюансах, о том, что вы употребляете. То есть я вот... Все, что здесь прочитал, сейчас постоянно использую в своих проектах, это везде используется. Это все, что нужно знать. Даже у меня было такое, что здесь последняя глава, если я не ошибаюсь. То есть, да, вот последние две главы написание плагинов. И действительно, я когда-то с таким столкнулся, что вот у меня был плагин, который не работал. И мне надо было... Ну, я его где-то с гитал скачал. Мне надо было разобраться с ним, почему. И мне пришлось читать эти две главы для того, чтобы понять, как устроены плагины и пофиксить его. Вот. Ну, там на самом деле оказалось, что он работал. Он мне просто неправильные параметры туда передал, но тем не менее, мне надо было с этим разбираться. То есть, книжка действительно очень классная, по-моему, всем советую. Читайте. Сейчас, кто автор у нас здесь. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, что вы по обложке. Maven Defender Guide или Maven Полное Руководство. Я думаю, в принципе, найдете эту книжку. Дальше я вам хотел посоветовать книжечку по гиту. То есть, есть такая замечательная книжка, которая рассказывает про гит. Здесь, да, Скотт Ченнон, Чекун и Бен Страул. Действительно, очень хорошая книжка по гиту. Я ее перечитывал. Здесь рассказываются все основы. Ну, понятное дело, что мы сейчас в идее, я ее практически не использую, но... Ну, то есть, я из консоли практически уже не пишу, но тем не менее, надо знать и понимать основы работы гита. Да, то есть, когда я начинал работать с гитом, я думал, ну, какая разница, ну, гит, SVN, ну, и тоже, там, ты берешь себе в IntelliJ идеи, клацаешь, там, заливаешь и все. Ну, потом, как оказалось, разница просто колоссальная. И я просто, я сейчас только понимаю, что разница между гитом и SVN, как между Жигулями и Ламборджини, да, то есть, гит, он настолько мощнее, настолько удобнее, настолько лучше, как бы, по всем показателям. Поэтому, всем советую, книжечка относительно небольшая, сколько там, ну, около 500 страниц, но, тем не менее, поверьте, книжка того стоит. То есть, если вы будете работать с гитома, вы с ним будете работать, если вы джава-программист, эта книжка очень классная. Движемся дальше. О чем еще не рассказали? Да, джава 8, конечно же, джава 8, куда же без нее? В принципе, все книжки, они обычно затрагивают основу джава, и мало кто может рассказать о джава 8. Вот эта книжка, сейчас я ее меньше сделаю, да, джава 8 лямбдас. Здесь, в принципе, хоть и называется на лямбдас, на самом деле она охватывает все нюансы о том, что там в интерфейсах можно реализовывать методы, да, там, то, что появилось. Вот все, что появилось в джава 8, в принципе, здесь есть. То есть, здесь introduction, lambda expressions, стримы, libraries, advanced collections, data polarism, бла-бла-бла, тестинг, дизайн, лямбдас. В общем, книжка она небольшая, где-то 160 страничек, как видите, но именно по джаве 8, прочитать все, что новое там появилось, и разобраться с этим, мне, в принципе, очень понравилась книжка. Я, как бы, очень доволен, что я ее прочитал. Она небольшая, автор Ричард Варбутсон. Я не знаю, возможно, есть на русском, опять же, надо гуглить, я вам ничего не скажу. Вот, поэтому читайте. Книжка действительно хорошая. Вот, если вам нужна джава 8, что еще? Ну, гибернейт, спринг, понятное дело. Есть еще книжечка, как вы понимаете, G-Unit in Action, автор Винсен Масл. Книжка действительно хорошая, по основам G-Unit, ее, конечно, вам полностью не хватит, допустим, если вы будете работать с Макитой или еще с какими-то библиотеками, да, там, читать дополнительные библиотеки. Сейчас, вообще, много по тестированию, я уже все не помню, Spock, по-моему, там, Aspect G, нет, это что-то не то. Ну, в общем, там, библиотек, как бы, много, да. Ну, это G-Unit, он является основным для всего, его знать надо. Книжка хорошая, объясняет азы G-Unita, азы тестирования. Страниц относительно тут немного, там, 300 с чем-то страничек, в принципе, прочитать это довольно-таки быстро. Скорее всего, я думаю, что должна быть на русском языке, поэтому ищите переводы, читайте, книжка хорошая. Что еще? Ну, дальше у нас Гибернейт, есть две книжечки. Но, честно говоря, с Гибернейтом я перечитал несколько книжек, но я так и недоволен остался, да. То есть, вот все, все рекомендовали вот это вот, нет, вот это вот, Гибернейт и на экшн, да. То есть, здесь, в принципе, она неплохая относительно, она, как бы, ну, как вам сказать, сейчас я вам покажу. Гибернейт и на экшн, Кристиан Бауэр. Она относительно неплохая, потому что она затрагивает, там, проблемы, с которыми связан Гибернейт, там, ну, и обычное программирование с базами данных. И как Гибернейт решает эти проблемы, и там много всяких нюансов, но она нудная, что капец. Я ее еле читал, я ее даже, наверное, до конца так и не дочитал, потому что, ну, ты читаешь, ты ее засыпаешь. Вот есть книжки, которые реально плохо написаны. Я пытался найти что-то лучшее, я долго искал, перечитывал. Честно говоря, хорошие, действительно, книжки по Гибернейту, ну, наверное, нету, но я, по крайней мере, не сталкивался. Возможно, если вы читали действительно хорошую, напишите в комменты об этом, я обязательно ее прочитаю. Но, тем не менее, есть Just Gibernate. Это книжка, она мне не нравится тем, что она не охватывает, то есть она лишь охватывает азы. Но зато ее читать легко, она охватывает там basics, fundamentals, аннотации, parsing, collection. То есть я ее прочитал, я понял, как что все работает, ее было действительно очень легко и быстро прочитать. Сотня страниц, она даже Persistence API, за Persistence API рассказала. Вот, то есть это дало мне действительно хорошее начало и хорошая основа. Дальше уже можно было читать другие книги, можно было читать документацию, можно было разбираться, работать там и так далее. То есть, в принципе, я могу посоветовать вот эту книгу. Она действительно относительно неплохая. Не знаю, если на русском покрывает Gibernate 4, но, в принципе, я вам советую. То есть, как основу прочитать. Она небольшая, сто страниц, вы ее там за неделю, за две убьете. Но даст вам уже какие-то азы по Gibernate, но, тем не менее, пытайтесь найти что-то лучше, что полностью охватывает Gibernate, не дает какие-то азы. Дальше, дальше Spring. Ну, со Spring вообще тяжелая тема. У меня тут, если посмотреть Pro, у меня тут целый список книжечек по Spring. Я много чего читал на самом деле, но, опять же, ситуация та же самая, что и с Gibernate. Найти тяжело. Тяжело найти хорошую книгу. То есть, допустим, еще более-менее, где-то у меня была Spring in Action, 4-е переиздание. Книжка относительно неплохая, охватывает многие нюансы, но, ну, и ты под нее не засыпаешь, что хорошо. То есть, читается относительно налегке, но она не охватывает все. То есть, многие примеры, допустим, по работе с базой данных, ну, мне приходилось реально, просто дают кусок кода, и ты вот даже не знаешь, куда его вталить. То есть, ты его пытаешься как-то запустить, и ты не знаешь, что начинаешь гуглить, и потом просто понимаешь, что для этого тебе не нужна эта книжка, тебе просто надо было нагуглить какой-то нормальный пример и разобраться с ним и посмотреть, да. Вот. Но, тем не менее, какие-то азы она дает, описывает, там, и MVC, по-моему, она описывает, и RST, там. Ну, тут много чего она описывает. Ну, и основы, и так далее. То есть, вот, первая часть, скорость, принт, тут описывает, ну, отвечает на многие вопросы. Написание бинов, аспектно-ориентированное программирование, там, во второй части мы уже начинаем, уже более-менее большие приложения строить, там, MVC подключаем, базы, там, и так далее. То есть, в принципе, книжка относительно неплохая, то есть, из всего, что я перечитал, возможно, она лучше, но не идеальная. То есть, могу лишь сказать, что она неплохая, но, тем не менее, я вам советую все-таки только Hardcore, это документация, открываем Google, пишем Spring Documentation, и ее читаем, да, то есть, если мы там... Откроем Spring Doc, Spring Documentation, и здесь, в принципе, там, Guider, Reference Documentation, там, если открыть это все посмотреть, ну, здесь есть все эти самые, ну, тут много чего, тут, тут надо лазить, надо ковряться, вот, есть экземпли, есть много чего интересного, там, я не знаю, гайдлайны, в общем, я бы вам советовал именно читать документажки, то есть, есть хорошие, неплохие документажки, там, Spring Security, архитектура, там, и так далее, да, там, примеры какие-то такие неплохие, в общем, надо с этим совсем разбираться, читать документацию, разбираться, там, Spring Boot, Spring Security, там, что это все такое, вот, то есть, в одной книжке вы все равно этого не прочитаете, я думаю, что Spring настолько огромный, что, действительно, документа... лучше, чем документация, ничего вам не опишет, поэтому лазьте по докам, читайте, разбирайтесь, книжки лишь дадут какие-то определенные представления, да, о том, что такое Spring, о том, что объектно-ориентированное программирование такое, аспектно-ориентированное, точнее, вот, и так далее, то есть, в принципе, наверное, все, если я не ошибаюсь, это, наверное, практически все книги, которые я вам хотел рассказать, да, показать, ну, основное я вам хотел рассказать по Java, да, что, вот, есть Core Java, есть Oracle Certificate Professional, в котором мне неплохо мультипоточность рассказывается, ну, и самая книжка, самая классная, это вот эта вот книга, да, Sun Certificate Programmer, вот, ее вам вообще просто обязательно прочитать. Ну, также, учитесь, обучайтесь, надеюсь, вам этот урок был полезен, если у вас есть какие-то, что-то интересное, вы можете дополнить в комментах, посоветовать что-то, возможно, другим пользователям, которые читают, которые посмотрели это видео, возможно, вы можете хорошую книгу по гибернейту или спрингу посоветовать, там, и так далее.